Обычно мое утро начинается с мукпанка, но только не сегодня. Мама приготовила вот такой вот вкуснейший тирамису, рецепт на который в ближайшее время будет на айкуке. И вот кто-то съел такую часть. Мам, ты не знаешь, кто съел эту часть? Фикси, фикси. Маме вроде сказали, что придерживаться диеты и все дела, но каждый раз я вижу, что нету кусочка то торта, то семь синабонов нету, то еще что-то. В общем, сейчас с чаечком будем это кушать. А тут у нас чай налила я. Это значит мой стакан. Мамы всегда обожают в прозрачном стакане, чтобы она видела, какая заварка свежая или не свежая. А вот это любимый стаканчик моей бабушки. Бабушка, кстати, развязывает сейчас жилетку моей тети. Правда, она не знает, тетя, про это. Бабушка, ну ж хуй. Нарезала здесь немного банана. Правда, он не настолько сочный, как бы хотелось. Здесь у нас чаечек. И я буду монтировать. Сегодняшнее мое утро начнется с монтажа. Точнее, вот это видео я уже смонтировала. Сейчас нужно смонтировать мамин рецепт. Девочки мои, я так устала. Прикиньте, 4 часа я сидела за компьютером и монтировала, просто не отрываясь. Я голодная, морально, физически усталая девушка. Я просто не знаю, что поделать, но у меня есть одна идея. Вчера вечером я лежала в постели и чисто случайно наткнулась на видео в ютубе, как девчонки оформляют свои скетчбуки, там всякие дневники. И тут я вспомнила, что я вам тоже, кстати, рассказывала, в конце 2020 года я составляла список желаний и целей на 2021 год. И это все я написала на обычном листе, на обычном тетрадном листе. И недавно я его нашла и была в шоке от того, в каком помятом он состоянии. Выглядит не очень презентабельно. И тут у меня появилась грандиозная идея взять, купить себе какой-то скетчбук, но не взять то, что попало просто первое, что увидела, а действительно какой-то красивый, такой нежный, не знаю, изысканный какой-то блокнотик. И там начать это все записывать. И записывать не просто там написала и все, а клеить какие-то наклейки или рисовать какие-то рисунки. Я все-таки думаю, что, наверное, лучше будет рисовать рисунки, потому что рисовать я люблю. И если я найду, я обязательно вам засниму, как я все это рисую. Сейчас нужно быстренько собраться, одеться потеплее, потому что на улице очень холодно. Я пойду как раз-таки смотреть. Я пойду не в первый попавшийся магазин, который находится у меня под домом. Я знаю один магазин, который мне посоветовала моя знакомая. Она сказала, что там огромный выбор. Правда, цены чуть дороже, чем везде. Но зато там есть очень красивые, красивые именно скетчбуки с красивым орнаментом. Там то, что прям ты хочешь, можешь найти. Поэтому я сейчас пойду как раз-таки в этот магазин. Осталось сейчас одеться, быстренько накрашусь. И как раз поснимаю вам, покажу, что там есть и что я возьму. Надеюсь, что что-то я хотя бы найду. У меня просто здесь разбежались глаза. Посмотрите, какой классный с бубликом, розовенький. Понравился мне очень. Но когда я вот это увидела, вообще чуть в обморок не упало. Очень красиво. И внутри, самое главное, нету линий и клеток. Вот это вообще прелесть. Сочетание цветов обалденное. Цены плюс-минус одинаковые в зависимости от размера. Какие-то стоят там по 5, по 6 монат, которые побольше. Те, что меньше, 4, 3 и так далее. Вот это тоже красиво, но здесь уже есть полоски. Очень красиво. Вот это вообще супер бюджетно стоило. Еще плюс вот так вот закрывается. А вот эти они узенькие, но длинные. Но орнамент тоже бомба. Здесь было просто столько, что я все уже снимать не стала. Прям глаза разбежались. Не знала, сколько взять, каких именно. Посмотрите, как красиво. Этот всего стоит 4 моната. Хотя он очень толстый. Просто мне не нравится, что он желтый. Вот если бы розовый был, например, как вот этот вот. Очень красивый цвет. Здесь еще цена 3,80. Прикиньте, 3,80 за такую красоту. А это просто огромный с обалденным кактусом. Просто мне кажется, такой скетчбук будет занимать очень много места. Поэтому его я брать не стала. Насчет гелевых ручек. Тут вообще прям разочарование, разочарование. Они очень плохо пишут. И напоследок еще посмотрите, какая красота. Мрамор. Просто нечто. Но тоже очень толстенькие. Сейчас вам покажу, что же я купила. Вы уже, наверное, видите, какой из блокнотов я выбрала. Мне безумно понравилось сочетание оттенков. И вот такой вот красивый ананас. И самое главное, что меня не устраивало в скетчбуках и в блокнотах в прошлом магазине, который я как раз таки брать не стала. Потому что там были клетки и полоски. А я хотела именно, чтобы не было ничего, как альбомный лист. Смотрите, как красиво. Но я просто в восторге. У меня есть идея. Вот стоил он 5,60. В зависимости от размера. Были чуть-чуть поменьше размером. Они стоили около 3-4 монат. Взяла такие миниатюрные карандаши. Здесь 12 оттенков. Но это не полноразмерные. Они совсем маленькие. Стоила эта красота всего 2 моната. Что делает 90 ваших рублей российских. Вот. Я смотрела еще гелевые ручки там. Но, к сожалению, мне не понравилось, как они рисуют. То есть рисовали они очень-очень тонко. Я так не люблю. Поэтому взяла такую черную гелевую ручку, которая рисует прям жирненько. Обычный простой карандаш и шариковую обычную ручку. Изначально я сделала небольшие наброски карандашом. А затем уже обвожу гелевую ручку. Она, кстати, очень хорошо пишет. Каждый рисунок будет что-то означать. Конкретно здесь у меня желание на 2021 год. Кактус и вообще домашние растения у меня ассоциируются с домом, с уютом. Одно из желаний это квартира. Вы прекрасно знаете об этом. Не думаю, что это желание исполнится. Но все же. Дальше мы рисуем цыпленка. Цыпленок это чисто ассоциация меня. Я вот всегда, когда, например, ставлю смайлики. Не знаю, я ассоциирую себя с этим вот птенчиком. Который еще плюс ко всему этому. Только что вылупился и уже влюбился. По мне очень мило получилось. Еще надо его разукрасить, чтобы было прям вообще пушка. А здесь немножко своеобразный рисунок получился. Не совсем то, что я хотела на самом деле. Это типа лимон, который худеет. Лимон, потому что у меня низкое давление. И пьет он чай с лимоном. Как вам такое расположение духа? По мне очень красиво. Но не совсем то, что я хотела, если честно получилось. Дальше ручка Твикса. Это я, кстати, подглядела в интернете. Очень мне понравилось. Я подумала, почему нет. По мне очень мило смотрится. Типа Твикс нам машет. Дальше идея, которую я придумала сама. Это чашка с чаем, получается, наполненная любовью. И мы пьем этот чай вместе с Твиксом. Но почему Твикс вы уже поняли. И последнее YouTube. Дальше мы уже приступаем к разукрашиванию этого всего. Делаем вот такие вот зеленые мазочки. Кстати, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам подобный формат. Мне кажется, это безумно залипательно и интересно. Мама, когда увидела, как я разукрасила, она была вообще в восторге. Мама говорит, что очень интересно и классно. Если вам будет это нравиться, будет заходить время от времени, я все равно это все буду делать. Вот если вы хотите, я просто буду ставить рядом камеру. И она будет снимать как раз таки процесс того, как я все оформляю. То есть по-любому я это буду делать. Я люблю как-то творчески выражаться. И в этом скетчбуке как раз таки и буду это делать. Писать какие-то свои жизненные моменты. Я всегда боюсь, что кто-то это прочитает. А вот так вот самовыражаться именно через рисунки. Это вот то, что я люблю. Если вы давно меня смотрите, вы наверняка знаете, что раньше у меня был опять же скетчбук, где я рисовала. Он до сих пор у меня есть. Надо где-то его найти. Обязательно как-то во влоге я вам покажу. Вот такой вот цыпленок на травке у нас получился. По мне очень даже ничего. Я вот специально травку нарисовала, чтобы не было такой видимости, что он просто летает в воздухе. Дальше лимон. Причем знаете, глазки как-то не очень удачно получилось. Но так мило смотрится по мне. Разукрашиваем. Вообще, вы знаете, я поняла, что надо было брать не просто карандаши, а взять, например, фломастеры. И это я поняла, когда уже начала разукрашивать. Все-таки они не настолько яркие, хотя я конкретно надавливаю. Вот, все равно получается не очень яркие. Тут мама попросила кое-что поменять на ее канале. Я это делаю и продолжаю разукрашивать лапку Твикса. Но почему-то я решила, что Твикс будет белый. Так просто проще. Твикса вот эти вот рисуночки на его теле рисовать сложно, поэтому решила оставить вот так вот. И уже я приступаю к тому, что пишу свои планы на 2021 год. Говорят, если расскажешь свой план, то ничего не сбудется. Но я в это дело не верю. Так что читайте, посмотрим, что получится, что нет. Хотя уверена, что большинство не получится. Ну да ладно. Девочки, я просто кайфую от того, как красиво все это дело получилось. Я еще, кстати, за кадром добавила немножко штрихи сюда. Точнее, не совсем за кадром я снимала. А потом обнаружила, что, оказывается, память переполнена. Материала очень много. Смотрите, какой милый цыпленок получился. Не знаю, прям, знаете, мне кажется, все в тему. Лапка это лапка Твикса. Это я влюбленная причем. Это типа я худею, пью чай с лимоном. Причем сам лимон пьет чай с лимоном. Здесь чай, Твикс. Выходим на новый уровень. Это прям секрет. В общем, вот так вот. Я уже смонтировала, смотрю, и мне реально очень нравится этот влог. Он получился всего на 11 минут. Я хочу доснять концовку, но мама говорит, хватит. Ты не железная, ложись спать, отдыхать тоже нужно. А у меня вот здесь, кстати, гляньте, вот такие вот синячки от очочков. Когда, мам, я умру, мне поставьте памятник в очках и с ноутбуком. И вот так вот с протянутой рукой, с камерой. Хорошо? Мало ли что, моя последняя воля. В общем, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам подобный формат, когда я оформляю свой скетчбук. У меня есть куча идей. Просто я все равно это все буду делать. И мне очень важно ваше мнение. Стоит ли эти кусочки вставлять в видео во влоги? Или, возможно, в концы там вставлять? Ну, в общем, я обычно так не делаю. Я обычно снимаю просто мой день. И вот все прям. Вот, надеюсь, что вам понравится. Всех люблю, целую. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всем пока!